Проблемы волонтерства и пути их решения обсудили в администрации Люберец. В округе прошло онлайн-заседание, посвященное Международному дню добровольцев. В нем приняли участие представители общественной палаты, волонтеры, а также депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Лидия Антонова. За дискуссией наблюдала наша съемочная группа. Этих молодых людей прозвали героями эпохи пандемии. Как и во время первой волны коронавируса, сегодня они готовы приходить на помощь к тем, кто в ней нуждается. На данный момент в волонтерском штабе зарегистрировано 400 заявок. По сравнению с весной, эта цифра меньше в разы, но работы все равно хватает. На сегодняшний день порядка 70% заявок, которые поступают в волонтерский штаб, то есть это в два раза больше связано с рецептурным лекарством. Рецептурная заявка требует особой проработки. Мы должны связаться с заведующим, заведующие должны подготовить рецепт, в аптеке должны быть лекарства. Поэтому, к сожалению, у нас увеличилось время обработки заявок с одного дня, с двух дней максимум, которые были весной, до трех-четырех дней, которые сейчас. Много времени уходит и на доказательство того, что ты действительно волонтер. Чтобы решить эту проблему, депутат Государственной Думы Лидия Антонова предложила выдавать добровольцам удостоверение, подтверждающие их статус. Списки волонтеров, они у вас есть. Может быть, тогда, Георгий, с помощью администрации, эти списки должны быть в тех инстанциях, с какими вы работаете. Чтобы, например, депутаты знали, с какими они волонтеры по своему округу работают, по своим микрорайонам, соцзащиты, медицинские учреждения, образовательные, понятно, учреждения, также скорая помощь. То есть, мне кажется, это облегчит работу. Во время онлайн-беседы поступили и другие предложения. Например, заключать с волонтерами договоры и придумать для них поощрения и льготы. А для более оперативного контакта между жителями и добровольцами создать волонтерские чаты в каждом поселке и районе округа.